Девушки отдыхают Цертификат, знаменующий передачу права проведения турнира президент Бразилии, Дима Роусеф и глава бюджетов Блаттер передали Владимиру Путину, который пролетел в Бразилию в рамках повестки в Латинской Америке. Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году в 11 российские города, в том числе в Москве, Петербурге, Болгокраде, Казани, Сочи и Ростове-на-Дону. Ну а триумфаторами в нынешнем мандиале стала команда Германии. В борьбе за первое место она обыграла Аргентину со счетом 1-0. Ему открыл и то лишь в дополнительное время Марион Герцер. Это четверт раз в истории, когда Германию завоевывают чемпионский титул. Берлин встретил новость ликованием, фанаты праздновали победу до утра. Имя автора решающего гола звучало нехеренно. Замечательная игра. Огромное удовольствие наблюдать за нашими футболистами. Все отлично, но чемпионы. Голкипер сборной Германии Мануэль Дойер признан лучшим вратарем чемпионата мира. А золотой мяч лучшего игрока достался нападающему сборной Аргентины Леонель Месси. Турнир завершился грандиозным красочным шоу с танцами и фейерверком. Перезрительной выступила известная колумбийская певица Шакира. Просладанную бразильскую самбу танцевали сразу 200 пар. О официальный гимн первенства исполнили американский гитарист Карлос Сантана, хип-хоп-музыкант Жан Байклер, а также бразильский певец Александр Берс. Не забывали на празднике спорта о большой политике. Так, ситуация на Украине стала темой встречи Владимира Путина с кассером ФРГ Ангелы Мерки. Президент России назвал абсолютно неприемлемыми действия украинских военных, в результате которых снаряды попадают на территорию нашей страны. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе встречи было отмечено, что, цитирую, «ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к деградации». Лидеры двух стран также подчеркнули необходимость скорейшего объявления о прекращении огня, обмен пленными, возобновлении мирной деятельности, и отметили необходимость возобновлении работы международной контактной группы. Разговор состоялся на фоне трагических событий, произошедших в воскресенье, когда с украинской стороны фугасными снарядами был обстрелян город Донецк Ростовской области. В результате попадания в жилой дом погиб гражданин России. Еще два человека получили серьезные ранения. МИД нашей страны выразил решительный протест по веренному в делах Украины, отметив, что рассматривают данную провокацию как очередной агрессивный акт в отношении суверенной российской территории и граждан Российской Федерации. В свою очередь, Киев отказал отнять факт обстрела, утверждая, что украинские военные не ввели огонь в том районе. К обстановке на юго-востоке Украины. По сообщениям ополченцев, ожесточенные бои идут в Луганской области, в районе поселков Урал-Кавказ, Паричи и Гончаровка. Также стреляют недалеко от КПП Изварина, возле Краснодона, у границы с Россией. Бои продолжаются в Донецкой области. По сообщениям ополченцев, военные массово сдаются в плен. Эти данные сейчас проверяются. В те время в Одессе расследуют взрывы в двух отделениях банка, принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Они прогремели с разницей в полчаса в ночь на воскресенье. Никто не пострадал, здания серьезно повреждены. А в Киеве вновь отказались расходиться участники Майдана. Сейчас на площади независимости в центре столицы постоянно остаются около 400 человек. Накануне они выступили с угрозами новых акций против нынешних властей, если те не ведут военное положение в Донбассе. А уже вечером в эфире одного из украинских телеканалов глава МВД Арсен Аваков заявил, что у него есть план, как бороться со сложившейся ситуацией на Майдане. В России прибывают все новые украинские беженцы. Некоторые стараются уехать подальше от границы. Так уже более тысячи человек осели в Удмуртии. В основном это пенсионеры, семьи с детьми и беременные женщины. Все боятся за своих родственников, оставшихся на Украине. Поэтому просят не называть своих имен и не снимать лица. Беженцам помогают как властям, так и местные жители. Кто-то предоставляет жилье совершенно незнакомым людям, кто-то приносит продукты, предметы первой необходимости и другую гуманитарную помощь. Миграционные службы организованы приемные дни. Там консультируют по всем вопросам, в том числе тех, кто решит оформить российское гражданство. Армия Израиля начала предупреждать жителей палестинских домов, рядом с которыми в ближайшее время планируется нанести авиаудары. В основном людей обзванивают, а также рассылают листовки. Так, например, произошло в секторе газа. Задачей МВС Израиля было уничтожение цели в устно-населенном районе. За пять минут до обстрела местных жителей обзвонили и просили срочно укрыться в подвалах и зону убежищах. Запись телефонного разговора была выложена в интернет. Здравствуйте, вы говорите на еврите. Отлично, израильская армия скоро должна взорвать дом, который находится рядом с вами. Мы сделаем все возможное для того, чтобы соседние здания не пострадали. Мы хотим убедиться до атаки, что нет никого из вас в этом районе. Убедитесь, пожалуйста, в том, что нет там никого, и предупредите людей, так как примерно через пять минут мы атакуем. Это все, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok